Всем здравствуйте! С вами таролог и парапсихолог Анастасия Вересова. Сегодня я буду вам рассказывать такую интересную тему, как хочу быть хорошей, я хорошей и почему мужики меня бросают. Вот просто я поголовно в последнее время стала сталкиваться. Мне рассказывают женщины про то, как они очень сильно стараются для своих мужчин, вот просто лезут из кожи вон и какие-то суки, какие-то суки у них и мужиков все равно уводят. И вот это просто поголовная-поголовная проблема. Вот я в розовых очках, чтобы вам рассказать про девушек, которые одевают те самые розовые очки и стараются быть самой доброй, самой замечательной, самой красивой. Вот она и хорошая мама, вот она и денежку домой приносит. И помогает своему мужчине во все, а он раз и потерял к ней интерес и ушел к какой-то старой и некрасивой толстой жирной суке. Ладно бы, если бы она еще была молодая красавица, да. А вот непонятно, что он в этой пизде, блядь, нашел, понимаете. И вот поэтому дальше свой рассказ. А я начну из, так сказать, притчи, притчи, дорогие мои. Такой рассказ, чтобы вы, так сказать, поняли, в чем проблема. Сказка для взрослых, так сказать. Спящая красавица сидела долго у камина и пила жутко дорогое, но совершенно отвратительное на вкус красное вином, подаренное ей последним любовником. Напротив, щедро подливаясь в бокал того же самого отвратительного винишка, качалась в кресле старая ведьма. Та самая ведьма, которая угостила ее яблочком. Ну что, бабуля? Сказала спящая красавица. Завтра мне 40, молодость пролетела. И если учесть то, что у меня была возможность растянуть ее на сотню лет, то ты мне вообще шикарный подарок при рождении сделала. Ну, хоть выспалась на всю жизнь. Я даже рада. Но ты же говорила, что тогда приготовила мне еще один подарок. Как раз к 40 годам ты мне его подаришь. Так я жду его. Хоть намекни, про что он. Надеюсь, повторения литургического сна не будет. Обижаешь, прошмякала старая ведьма. Это твои добрые феечки одно и то же столетиям из года в год тебе дарят. Чтобы ты была самая красивая, чтобы ты была самая добрая, чтобы ты была самая нежная. Тьфу, а не подарки. Кто такое волшебство вообще дарит? Сорокалетней женщине, ну дуры. Ну, может, они добра мне желали. Вот я с этими дарами пыталась сначала принца удержать, потом пару-тройку любовничков было. Ну, с ними я тоже была самая добрая и нежная. Ну, красивая, само собой. Ну да, и к чему привело, что ты была самая милая. Принц ушел в поход. В каждой деревне завел себе по интрижке. Еще один принц твое сердце покорял, с порога начал про своих бывших рассказывать. Другой все пытался тебе к управлению королевством приспособить, чтобы самому не отвлекаться от охоты до рыбалки. А третий так вообще в итоге сказал, что ты сама к нему ездила за три девять земель. Еще тебе, если тебе уже что-то надо. Потому что ему, видите ли, некогда ехать так далеко. Да еще высоко в замок каждый раз подыматься. И не говори. Вздохнула спящая красавица. Ох, слышишь, часы бьет. Уже наступил день рождения. Валяй, давай, дари уже волшебный подарок. А заклятие уже сделано. С сегодняшнего дня будет все по-другому. Вот увидишь. Как только придет время, все само собой проявится. О, погоди. Тут мне смс от последнего любовничка пришел. Представляешь? Пишет, что рад со мной отметить. Ну, чтобы я сама к нему приехала. Приехала и говорит, сигареты по дороге захвати и не зовусь. И бухлишко тоже сама купи. Ну, если мне не трудно. Буду собираться. И, говорит, еще пишет, чтобы я не затягивала, быстрее бежала, а то у него завтра рано йога. Дай сюда телефон. Да, я сама ему отвечу. Сейчас напишу. Вежливый и культурный ответ. Он быстро. И ведьма быстро стала печатать что-то в телефоне. На экране появилось всего два вежливых слова. Пошел нахер. Это был лучший подарок на 40 лет, который могла подарить только старая ведьма. Потому что пришло время. И вот, дорогие мои, к чему я все это рассказываю. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина вас любил, вас ценил, тратил на вас деньги, был, так сказать, тем самым, да, тем самым, никогда не нужно быть хорошей. Чем больше вы стараетесь, тем больше вы неинтересны для своего мужчины. Посмотрите на вот этих всех содержанок, дорогих, роскошных любовниц. Чаще всего им не угодить, не угодить. Вон они дают одну машину в другую. Да, вот где-то видела прекрасное, так сказать, такая тоже рилс, наверное, в инстаграме, где парень дарит девушке кортье. Он где-то там последний экземпляр выхватил. И она говорит, ты, сука, тварь, гондон, ты мне не то кортье подарил, что я хотела. Вот, девочки, берите пример. Вот надо быть таким. Если вы хотите, чтобы вас любили, вы не должны любить никого. К сожалению, вот это правда жизнь. Только, особенно если вы хотите, чтобы ваш партнер был какой-то успешный, богатый мужчина. Успешный, богатый мужчина, хорошая девочка, лучшую хорошую девочку возьмет себе какую-нибудь прислугу. Ну, либо на старости лет, возможно, он обратит внимание на свою какую-нибудь с медсестру сиделку. Это единственные варианты, когда богатые мужчины выбирают хороших, послушных девочек. Если кто смотрел фильм Елена, там примерно такой же случай. Но все закончилось для богатого мужчинки тоже печально. Такие дела, друзья мои. Поэтому пишите мне комментарии. Скажите, насколько вы хорошая девочка. Как вы стараетесь быть прекрасной девочкой. И как вас за это любят. Никогда не видела, чтобы, честно, никогда не видела. У меня не было такого опыта, чтобы за добро было добро. Есть хорошие, конечно, взаимоотношения, когда ты кому-то, тебе кому-то взаимовыгодны. Когда есть равновесие, да. Но если вы без конца вкладываетесь в кого-то, да, то человек это все, ему проще обесценить. Ему сказать, не надо говно, да. А что подумать, что она там такого сделала. Да она должна была это сделать. Поэтому вот такие дела, друзья мои. Если вы хотите, чтобы вас любили, нужно быть холодной сучкой. Никак иначе. Все, подписывайтесь. Всегда ваша Анастасия Велесовна. Пока.